Соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Республики Татарстан и Бахрейна. Документ подписали вчера на 12-м международном экономическом саммите в Казани. Участники представляют на площадках самую разную продукцию – косметику, продовольствие, медицину. Второй день обещают быть максимально насыщенным, что Крым может предложить и взять себе на вооружение в социальной, промышленной, экономической сферах. В Республике Татарстан продолжает работать наша съемочная группа. Эльма Саблакимова на прямой связи со студией. Здравствуй, Леноза. Пленарные заседания машинокластерного форума не прекращаются и сегодня. Форум впервые присоединился к крупной площадке «Казан Саммит», несмотря на то, что проходит уже седьмой год подряд. Традиционно представлена выставка продукции инновационных компаний. Здесь их 35, только лучше. Те, кто может составить конкуренцию на международном рынке. Развиваться отрасль в России планируют, по примеру, стран с высокой роботизацией. Это, прежде всего, Корея, Германия и Италия. На эту тему мы пообщались с председателем управления машиностроительного кластера. Предлагаю послушать его комментарии. Поверьте, сегодня первая проблема, которая стоит перед предприятием реального сектора, – это дефицит кадров. Сегодня не хотят люди, молодежь особенно, идти работать на заводы, где низкая привлекательность труда, где тяжелый, монотонный труд. Роботы же, в первую очередь, эти операции заменяют. Попробуйте железку по 20 килограмм, и надо 200 штук за смену их переложить. Работа, которая особо интеллекта не добавит, но которая нужна. Все равно эти операции кто-то должен выполнять. Если поставить робота, ну, наверное, этот человек, которого еще трудно найти в эту работу, трудно найти работу, он займется чем-то другим, найдет более интеллектуальный способ себя занять. На этом у меня все. Мы будем продолжать работу на площадке, информировать о самом интересном. Венозак, тебе слава. Венозак, тебе слава.